Сегодняшний рассказ посвящен целым, то есть целыми координатами, точкам в многограннике или в многограннике. Впервые формула была доказана и называется формула и количество точек, расположенных внутри многогранника, количество точек, расположенных на его границе и, соответственно, минус это. Отлично. Стандартное доказательство формулы Пика звучит в следующем образом. Если у вас есть какой-то мегаугольник и другой мегаугольник, которые примыкают по какому-то отрезку. Все эти точки с целыми координатами. То представьте себе, что мы проверили формулу Пика для вот этой фигуры, у нее есть какая-то площадь С1, и проверили для вот этой фигуры, у нее есть какая-то площадь С2. Тогда площадь всей фигуры это, конечно же, С1 плюс С2. Представьте себе, что мы уже доказали для левой и для правой формулы эти формы. Тогда можно будет написать, что И – это первая буква слова «окраница», а В – это первая буква слова «краница». Так вот, В1 пополам минус 1, и здесь И2, В2 пополам минус 1. Замечательно. Что это такое? Это, конечно, И1 плюс И2, все замечательно, плюс В1 плюс В2 пополам минус 1. Давайте подумаем, чем отличаются внутренние точки всего на букву от внутренних точек этого и этого. Очень просто – добавление вот этих точек. Давайте количество этих точек обозначим в букву Х, и тогда можно будет написать так. И1 плюс И2 плюс Х. Ну, просто я добавил вот сюда слагание Х. А вот дальше, смотрите, какая штука. В1 плюс В2 минус 2Х. И еще минус 2 пополам, и еще минус 1. Это просто формальное равенство. Потому что я здесь прибавил Х, но зато вычел две вторых Х. Здесь вот минус 1 и минус 2. Вопрос. Почему он, что называется, все хорошо свободен? А потому что вот это вот, это то самое И, абсолютно. Вопрос. А это, давайте поймем, что такое это. В1 – это граничные точки, в том числе и Х. В2 – граничные точки, в том числе и Х. Разумеется, эти Х надо выносить, в общем, два раза пополам. Да? И зачем еще минус 2? Очень просто. Вот эту граничную точку посчитали. И как насчитали Б1, тогда считали В2. И эту точку посчитали, когда считали Б1, тогда считали В2. Поэтому на самом деле, конечно, надо еще увеличить. Ну, замечательно. То есть вот это вот в точности В, и всего другого уровня. И плюс В, и все равно. Вот это называется шарка минус. Ну, в большом количестве книжек это есть. Это такая замечательная вещь уже более 100 лет. Такая чудесная форма. А есть ли у нее обобщение на встрече пространства? Нет у нее вообще на встрече пространства. Я объясняю почему. Давайте возьмем тетрадь, которая устроена таким образом. Берем квадратик с координатами 0, 0, 0, потому что пространство. 1, 0, 0. И так, я это неправильно не доставал. Однаково с этой. Вот так, косо. Знак того, что все это на самом деле лежит на плоскости. А вот здесь вот еще есть ось Z. Вот сюда вот идет ось Z. Сюда идет ось Z. Сюда идет ось absciss. И туда вот у нас ось архинат. Замечательно. Так вот. И из вот этой точки, из точки 1, 1, 0. Давайте поставим перпендикуляр на любое расстояние. Получим 1, 1, N. Где N в угольных разничеств. Это тоже ценный точек. И сейчас рассматриваем такой замечательный тетрайдер. Вот у него одна вершина, вторая вершина, третья вершина. И вот эта вершина. Чему равен объем любого тетрайда? 1, 3 при измерении площади основания на высоту. Высота – это N. Площадь основания – это 1, 2. 1, 3 в угольных разничеств. То есть, когда мы перемножим, то получается N из 3 на 6. Величина зависит от N. Но сколько внутренних точек в этом тетрайде? Ноль. Сколько точек в этом тетрайде? 4. Ребята, невозможно получить функцию от числа 0 и 4, которая будет принимать значение N на 6, где N в угольных разничеств. Нужна еще какая-то информация. Ну, заключение в общем 0 и х. Всем казалось, что вот так вот плохо пространство устроено, что на плоскости есть формула пика, а в пространстве формулы пика нет. На самом деле, такое бывает. Некоторые вещи друг по другу оказываются. Формула пика в пространстве есть. Более того, оказывается, существует способ описать все формулы типа пика. И мы сегодня с вами выведем несколько таких форм. Анатолий Георгиевич Кушнененко, такой замечательный преподаватель Нахмата. В 1974 году он декорал шуммали квант. Придумал он это не ради геометрии, не ради формулы пика, а потому что он занимался исследованием количества решений системы уравнений. И у него там возник многоугольник. Ну, соответственно, если количество переменных больше, то многогранник Ньютона. Я не хочу сейчас вдаваться вот в эту часть истории, потому что она очень интересная. И о ней он сам тоже статью отдельно написал. Я бы еще не сказал, кому интересно, почитайте. Но сегодня для нас это совсем не интересно. Там есть такая теорема Лизу о комическом решении системы. И вот теорема Кушнененко. Но сегодня нас интересует только то, что у него получилось во время размышления. То есть ему оказалось важно обобщить формулу пика, и он сумел это сделать. Причем действительно получилась очень красивая теория, очень симпатичная.